Перед тем, как начнется это видео, я хочу извиниться перед вами за то, что я задержал его на 2 недели. Ребят, надеюсь вы меня не загадаете камнями и поставите вместо этого лайк. Спасибо большое, давайте смотреть. Здарова народ, меня зовут Дмитрий Хаунд. Это вторая серия челленджа в Майнкрафте, где я пытаюсь выжить, используя всего один чанк. Как ты можешь заметить, у меня вот граница есть, и в этой границе, в рамках этой границы я пытаюсь что-то сделать. Построить дом, например, пещеру вырыть, победить монстров, если получится сделать портал в ад. Могу ли я это сделать или нет? По сравнению с прошлой серией, я изменил себе текстурпак, теперь у меня вот такой вот мультяшный стал. А как я его менял, я рассказал на своих стримах, ссылка в описании. Пока я запускал этот ролик, меня уже успел взорвать крипер, то есть я дом себе по новой отреставрировал, поставил все досочки последние, булыжником все сверху облепил, и вот, у нас есть пещерка, у нас есть ферма, ферма вот такая вот, где растут пшеница и какие-то травы. Березы есть, которые мы с вами будем рубить, и многое другое. Начнем мы, наверное, сразу с березы. Я вот знаешь, что думаю, есть ли смысл мне держать и расти вот это дерево? Не, я понимаю, я не самый обаятельный и приятный парень на свете, но чтоб... никто. С березой на сегодня мы закончили. Можно, конечно, пойти посадить обратно, да? А как говорится, взял, отдай. Знаете такую пословицу? Я тоже не знаю. Кирка есть хорошо, меч деревянный неплохо, уже хоть что-то. Нужно осматривать нашу пещерку, ну и хотя бы взять факел, например. О, с факелом там намного проще будет. Я хоть тебе светить, начну. А почему не светит? Тут говно. Свет пропал. А почему не светит факел в руках у меня? Что за фигня? Шейдер, алло. Сервисный центр, Ольга, добрый день. Ё-моё, тут ещё и на английском. Only Apple Sun Moon. Что? Да нет, всякие такие вот ваши Apple Sun Moon. Давайте оставьте себе, а я пойду ставить факела. О, здорово, зубик. Здорово, братиш. На, 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 на. Хорош. Куски мяса. Это, получается, моя первая еда, да, будет? Потому что я вроде бы до этого еды не находил ещё. Я вот себе пытался сделать огород из пшеницы, чтобы питаться только хлебом. А получается, у меня хлеб будет с мясом. Мне показалось на секунду, что меня мышь хочет куда-то отвезти. Я надеюсь на то, что мне только показалось. Ты ещё подругу привела? Не-не, подруги надо. Мне ваших подруги надо. Мне хватило зомбаря, мне хватило гнады. А чё, у нас мыши бессмертные? Не, если мыши бессмертные, то давайте я буду сбегусь и тогда броню сделаю. Сделаю себе на всякие крутые вещи. Чтобы не бегать и позориться, не умереть от мышели кучек от зомбарей и криперов зелёных. А нормально так сражаться с ребятами? Вообще, планы у меня на этот челлендж простые. Мне в этом челлендже нужно построить дом и сделать себе огород, чтобы я уже мог нормально выживать. Это главная цель моего челленджа. Но кто-то скажет, а на скайблоке люди могут и портал построить, и игру пройти и убить дракона. Ну чуваки, я же не играю в скайблок. Я играю в свой челлендж. Сам себе придумал в голове, сам себе и строю его. Поэтому правила будут мои. Это моё! Как хочу, так и играю. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Извините. Пока что я буду просто чистить пещеру в надежде найти хоть какие-то полезные ресурсы. Самый полезный ресурс, который я для тебя пока что нашёл, это уголь. Потому что уголь это факел, уголь это топливо. Благодаря этому топливу мы можем переплавлять железо, переплавлять другие металлы и делать себе более крутые инструменты. А эти крутые инструменты вам сегодня пригодятся ещё. Пока я добывал булыжник, я нашёл опять железо. У нас уже столько железа, что я уверен, мы сможем делать хотя бы все инструменты железные. Такие как кирка, лопата, меч, топор, мотыга и ножницы. Надо ножницы делать, потому что овечки-то могут прийти к нам на поляну и мы из этих овечек сделаем себе кровать. Интересный факт, ребят. Ваша подушка, ваше одеяло, ваша простынь тоже полностью сделана из овечьей шерсти. Не верите? Спросите маму свою, она вам расскажет. Ребят, пожалуйста, ответ вашей мамы напишите в комментарии. Мне что-то немного интересно стало. Пока я бегу, уношу вещи свои из пещеры, я предлагаю доделать немножко дом. О-о-о, ребята. А где уголь найти? Только так получается. Мы, наверное, будем жарить с вами дерево, вот эти прёвна, чтобы сделать себе хотя бы древесный уголь. Потому что древесный уголь это факела. Древесный уголь это тоже уголь. Неважно какой он, древесный обычный. Это уголь и точка. А я говорил, что уголь самый полезный ресурс. Блин. Это так красиво. Смотреть за тем, как волосы идут в небо. Идут бесконечности. Хрен знает, какой высоты этот чанк у меня. Возможно, у этого чанка нет высоты. Есть только путь. 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 Который преодолевает. Возможно, мы этим чанком даже оградили другие планеты. Если я буду просто подниматься вверх, с помощью всех блоков, которые добуду. То однажды я доберусь до Марса, до Сатурна, до Венеры. И до любых других планет. Эй. 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 Просыпайся. Просыпайся только. Тсс. Тсс. Короче, под нами есть скелет. Его нужно как-то отсюда выманить и замочить. Я боюсь вскапывать под фундаментом землю, потому что у меня нету лука, чтобы его застрелить. У меня есть только меч деревянный. Но мы с тобой можем его сделать железным. Потому что железо за ночь я успел накрафтить себе. Быстренько берем палочки. Берем железо. Делаем себе меч. И аккуратно вскрываем яму. Скелет опасен. У скелета есть лук. Вон он, вон он, вон он, видел, 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 видел. Блин. Короче, давай перестанем шептаться. Потому что мне кажется, он нас все равно услышал. Иначе три. Раз. Два. В АТАКУ! Готово. Горанда такая. Скелеты замочить оказывается. Я-то думал, планы нужны, бомбу ставить, там из лука стрелять. Оказывается, просто раз-два и готово. В общем, пока была ночь, как ты мог заметить, я сделал себе железо. Пока была ночь, у меня выросла одна пшеничка. Давай мы ее с тобой соберем. Ух ты! Сразу еще три семена! Она мне подарила. Посмотри, что делаем. Мы меняем пшеничку на мотыгу. У меня еще есть семечка! Офигеть! А почему я до сих пор не посадил ее тогда? У меня есть семечки, а я ими не пользуюсь, прикинь. Насколько я быдло фермерская. Вот сейчас, если меня смотрят фермеры, они зубами скрипят. Правду говорю. Мясо есть, пшеничка есть. Скоро начнем себе делать еду. Это очень хорошо. Пока что у меня все получается. Также за ночь я себе сделал крышу. Придумал себе еще одно место для стекол. Я потом попозже сделаю. И буду, наверное, здесь делать каменный проход. Ну так же, знаешь, типа арочку какую-нибудь, двери каменные или железные. Ну, чтобы все выглядело, знаешь, гармоничненько. Чтобы было интересно и красиво. Ну смотри. С фермой мы практически нашли общий язык. То есть ферма растет, ферма дает плоды. Это очень хорошо. Дальше у нас пещера. Надо ее залутать. Посмотреть, как она изменилась за ночь. Вдруг там какие-то твари появились, ублюдки. Интересный факт. Древесный уголь в этом ресурспаке выглядит, как какашка лошади. Тут, кажется, никого. Тут тоже, кажется, ничего не изменилось. А вот внизу, вон там, где у нас пещера, где факел стоит, может быть, кто-то появился. Но пока что я искать не хочу. Я буду просто и банально тратить полдня на то, чтобы поработать в шахте. Я каменщик, работаю три дня. А потом вернусь на улицу, и мы с тобой продолжим чем-то заниматься полезным. Окей? Окей? Давай. Видимся через секунду. Так, у нас выросли какие-нибудь деревья, нет? Да, смотри-ка, выросли. А еще выросла, нет? Да, еще выросла. Еще выросла. Офигеть. Офигеть. Дом практически готов. Мы можем поменять фундамент обратно на... Не понял. На березовый фундамент? Или наставить булыжник? Давай сделаем березовый. Будем не как все. Будем диктовать свои тренды, свою моду. Иван. 16 лет. Реальный пацан. Разбирается в мемах и хайповой моде. Вот. Окна появились. Слева-справа. Теперь надо сделать вход. Вот пока же мы оставим так. А внутри сделаем, наверное... Вот это вот, берись. А внутри сделаем то же самое, но уже из досок. Оп, 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 оп. А... Вот верхнюю часть мы, наверное, мы, наверное, мы, наверное, мы, наверное... Сделаем из люка, смотрите Нет Да И остался последний штрих Это у нас дерь... Какое дерево? Это у нас дверь Вот она, смотри Кля, смотри как выглядит Боже мой, это точно я построил? Или это какой-то гений? Архитектуру строил Ё-моё, как красиво Красота Единственный косяк, что так плоско выглядит Необъемно, ну очень красиво У меня будет целая ночь для того, чтобы подумать над этим И сделать из этого что-то красивое и стоящее Давайте, всем спокойной ночи, а я погнал думать Ну давай-давай-давай, скипей Скипей-скипей-скипей Внимание У меня проблема Посерье ночи Нарваться на гриппера Это ж надо постараться так сделать Кошмар Спите дальше Спите дальше, ребят Это кошмар был просто Просто кошмар О, а вы что уже не спите что ли? Здорово, здорово Я дорубил только что дерево, которое за ночь созрело Пшеничка Не, созрело за ночь Это обидненько немножко Потому что мясо у меня кончается Что ты хочешь? Это шашишечку А крыльцо? Готово Смотри, если я такое скромное крыльцо бы сделал Там немножко забора накидал, факелов Бревен, ступенек сделал Ну в общем-то привел в такой симпатичный более-менее вид Сделал себе сидушку, чтобы я спал на ней хоть как-то Света добавил себе в комнату И вот Ночью Как ты можешь вспомнить У нас был инцидент Мы с тобой увидели крипера И поэтому я себе уже заранее взял железный меч Потому что я был готов Сегодняшним утром с ним воевать Давай, вступаем Попытаемся сначала его найти Вблизи он Такой же страшный, как издалека Нам, наверное, нужно его с тобой увезти вниз Потому что взрывать дом я очередной раз не хочу Назад, назад, назад Назад, 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 назад Назад, назад, назад Я нанес ему три удара, кажется И последний удар должен был быть смертельным Но Дмитрий Хаунд, обосранные штаны Все себе испортил ГГ, ГГ Ладно, я дальше поработаю в пещерке Пока монстр не фармится Надо же хоть как-то эту пещеру очищать, правильно? Походить ресурсы и так далее Потому что нечем заниматься в челлендже Только добывать ресурсы до дома И все, и все У меня челлендже простой Берешь инструмент Забываешь ресурсы, строишь дом И все, челлендже проходится Он сломал мне Он сломал мне проход, козел Кстати Я могу с уверенностью сказать, что Дом так-то готов Осталось немножко вот эту штуку вокруг Облагородий Добавить немного для атмосферы Всякие костры, сидушки и так далее И все Что еще нужно для того, чтобы выжить в Майнкрафте? Ферма? Есть Дом? Есть Декоры? Сейчас будут Я прошел Майнкрафт Офигеть Нет, я его не прошел Потому что я еще не поел Смотри У нас есть три пшена И давай мы с тобой сделаем наш первый хлеб Блин, он так похож на хлеб из сталкера Ха-ха Ну и наверное я буду рубить дальше шахту Потому что делать мне нечего У меня деревья растут О! А где дерево? Не понял Мне же нужно дерево Почему оно не растет? Опа О, иди сюда Оп, все Пусть оно растет Пшеница Пусть растет Мы покоще соберем немножко Ииии Пока рубил шахты У меня немного мысли появилось в голове Смотри, что мы можем сейчас делать Потрачу немного дерева На то, чтобы сделать доски И доски я пущу на Вот эти вот штуки О, нафига 18 себе сделал Ну ладно 18 штук тоже нормально Надо как-то залезть наверх Через листву и землю Смотри О, не, нафига Боже мой А я себе для чего вот эти ступеньки делал Хех Я себе сделал ступеньки И создаю себе трудность Из этих ступенек О, нормально Опа Козырек какой нормальный крутой дом без козырька ты не скажи покажу хоть пальцем на один крутой дом без козырька вот даже у тебя выйди просто на улице посмотри если на доме козырек по-любому есть также если сделаю себе лежак дома вот так уж в такой лег и также мы сейчас должны сделать вот здесь полянку для отдыха правда не знаю как крафтить костер ну думаю научусь ух ты нифига он крафтится то сложно я сейчас зашел в интернет и посмотрел как он крафтится смотри рассказываю берется палки берутся бревна и берется уголь капец тратить уголь ради декоративного костра это это очень дорого смотри во первых я беру такие штуки чтобы не мешали во вторых ставлю костер третий нужно сделать себе места для отдыха не только из досок но еще и можно из булыжника ничего зря я бы лыжу кто лежит четвертых как-то грамотно и гармонично расставить эти места для отдыха а больно вот такого скромненько место для отдыха скажем так вот так переделал немножко еще потому что не гармонично чтобы булыжник на булыжнике стоит вот смотри как выглядит получилось у меня что-то типа того я даже сюда могу добавить еще один булыжник вот так вот вот такое вот место для отдыха получилось можно сделать зонтик но в чем прикол зонтика тут же костер горит мангал ребята могут шашечки поставить пожарить и прочее я бы сюда подобавил еще знаешь что не тебя дружище выросло такое я бы сейчас я добавил тыгню куда воду наливают воронка не воронка называется на четырех ножках типа мангала было бы очень круто давайте сделаем еще тропиночку ой как накидаем вот так вот рандомными местами накидайте тропиночку и все марио красиво офигенно реально офигенно получилось мне нравится вам нравится ребят оцените вот этот вот это вот поляну по десятибалльной шкале в комментариях конечно же напоследок я себе соберу пшеничку и могу официально сейчас заявить что челлендж я считаю пройденным правда я как говорил декоративные места не сделал это фигня бочки расставить и всякую такую штуку костры люки это уже на ваше усмотрение я не хочу никому портить настроение тем как я строю дома потому что все люди строят по-своему согласитесь каждый человек строит по-своему и навязывать что-то свое я никому не хочу от его сделаю если у меня конечно есть возможность построить забор я могу построить забор да могу смотри я хотел такую штуку сделать ну ты понял мне кажется выглядело бы интереснее вот так вот все ребят челлендж пройдет всего за две серии такую за такое халявное время я себе сделал том сделал себе шахту в этой шахте добывая ресурсы железо угли убивая монстров который там спавнится надеюсь у вас если будете проходить такой же челлендж появятся пауки вы убьете пауков и сделать себе удочку чтобы порабачить нормально сделали себе также огород сделали себе место для отдыха где будет жарить хлеб можете пожарить можете пожарить мясо всем спасибо за просмотр ребят ставьте лайки под этот ролик подписывайтесь на ссылки которые находятся в описании под видео жду вас на своих стримах жду вас на будущих и жду вас на прошлых роликах которые я снял для на этом канале всем огромное спасибо всем пока симпл димпл